А говорят, что деньги не пахнут. Пахнут. И еще как. По сути, если разобраться, мы платим за упаковку, которую потом выбросим. И за то, чтобы ее увезли подальше от нашего дома, тоже платим. Это издержки общества употребления, к которым мы все давно привыкли. С 2017 года схема обращения с ТБО принципиально изменится. Как это повлияет на население и на тех, кто работает в этой сфере, попробуем разобраться в нашем репортаже. Шуйский полигон для захоронения ТБО практически классика жанра. Свой век мусор заканчивает здесь. Его утрамбовывают трактором, а потом просыпают грунтом. Такой способ уничтожения отходов в современном мире считается устаревшим, не экологичным и вовсе не цивилизованным. Мы выбираем металл черный, цветной выбираем. Вот пленку выбираем. Выбираем пэт-бутылки. Вот это у нас основное. С другими позициями пока не получается, нет экономической целесообразности, нет экономической выгоды. Все выбирается у нас пока вручную, но есть задумки здесь сделать сортировочный завод в Шуе. Может быть, он не обязательно здесь будет, но в заводе где-то будет. Вот сейчас как раз над этим руководство работает. Завод в Шуе согласно новой территориальной схеме обращения с ТБО действительно предусмотрен. Еще два мусоросортировочных предприятия к 2023 году заработают в Кинишме и Иванове. Плюсом к ним три межмуниципальных полигона и 13 мусороперегрузочных станций по всей Ивановской области. Принятие новой территориальной схемы требований федерального законодательства Ивановскую утвердили в первой пятерке. В соответствии с требованиями схемы, с требованиями законодательства будет осуществлен переход по плану, который предусматривает снижение объемов, которые подлежат захоронению отходов, и увеличение объемов, которые подлежат переработке. То есть полигонов у нас в перспективе будет меньше, они будут меньше по площади, при этом все требования, которые законом установлены к таким объектам, должны строго соблюдаться. И соответственно у нас будет больше объектов сортировки, переработки. Единой системы, которая позволила бы отследить в полном объеме движения ТБО, не существовало. С 2017 года координировать работу будет региональный оператор. Его изберут по результатам открытого конкурса, который объявят к концу октября. Регоператор заключит договоры с ныне действующими организациями и с жителями. В многоквартирных домах с управляющими компаниями. К слову, в областном центре сейчас договорными отношениями охвачены порядка 30% домовладений частного сектора. А в тех районах, где есть ТОСы и все 90%. В настоящее время законодательно не утверждены обязанности жителей частных домовладений к вывозу и утилизации твердобытовых отходов. То есть заключение с организациями, имеющими на это право деятельности, необходимые сертификаты. Поэтому договора оформляются жителями только по их индивидуальному согласию и их пожеланию. Конечно, с 1 января 2017 года в связи с изменениями в данное законодательство жители будут обязаны оплачивать и обязаны будут заключать договора на вывоз и утилизацию твердобытовых отходов. Вывозить мусор отовсюду станет обязанностью регоператора, обязанностью жителей услугу оплачивать. Порядок с 2017 года принципиально изменится. Платить нужно будет не с квадратного метра жилплощади, как сейчас, а с человека. Норматив еще не рассчитан. Говорить о том, что будет какой-то серьезный скачок, наверное, не стоит, потому что мы отталкиваемся все-таки с тех базовых норм и объемов, которые мы имеем на сегодняшний день. Но говорить о том, что плата совсем не изменится, тоже было бы неправильно, потому что в составе затрат у нас, сами понимаете, и транспортные услуги, услуги, которые в совокупности должны у нас обеспечить законченный цикл изъятия этих отходов, их транспортировки и их захоронения все-таки в итоге. Поэтому определенный рост, конечно, будет. Шуйскому полигону ТБО осталось работать год-два. И его закроют. Вот здесь, с 2011-го. Сортировку, которой так много сейчас говорят, до ума так и не довели. Зато освоили другую формулу. Не все тот мусор, что выброшен на помойку. Из старого железа решили смастерить фотографа. А получился Дон Кихот. Так и появился музей вещей, которые обрели новую жизнь. На полигон теперь приезжают и школьники, и свадебные кортеджи, и иностранные туристы. Когда мы поставили Дон Кихота, мы заметили, что народ очень им интересуется. Тут корреспонденты поехали. Народ стал останавливаться. Нам это тоже понравилось, что мы пользовали. Это не просто свалка, а тут какая-то есть изюминка. Мы начали делать другие скульптуры. Вот от этого все и пошло. Потом мы сделали выставку бутылок, выставку часов. Самая последняя была у нас библиотека. Новая схема обращения с ТБО утверждена на период с 2016 по 2031 годы. По сути, с января 2017 работа уже должна кипеть. Выбранный рекоператор заключает договоры с теми, кто выбрасывает мусор, и с теми, кто его вывозит и утилизирует. А в ящиках горожан после новогодних каникул уже лежит новая квитанция с посчитанным тарифом. Это в идеале. А как будет на самом деле, окажет время. Елена Белова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.